Минувший летний сезон дал хорошие показатели туристического потока, но над тем, каким будет следующий год, необходимо задумываться уже сейчас. С этой темы начал планерное совещание мэр курорта. Останавливаться на достигнутом никак нельзя, отметил Анатолий Пахомов, ведь конкуренция у Сочи велика. Следует уделить особое внимание качеству оказываемых услуг в объектах размещения, а также развитию чартерных рейсов, как внутри страны, так и за рубеж. Мы должны понимать, что не только внутренний туризм, не только лето, не только зима, конкретном понимании этого слова, а вот круглый год, очень активная загрузка. Чтобы эту активную загрузку сделать и перейти на системный характер этой работы, нужно работать и с иностранными туристами, и с иностранными туроператорами. Вот они готовы. Мэр также подчеркнул, что по данным турагентств, 25% гостей, отдохнувших в гостиницах курорта, остались недовольны приемом. Работать в этом направлении должны не только средства размещения, но и главы районов и жители. Ведь санитарное состояние улиц курорта также влияет на впечатление о городе в целом. Субботники и наведение чистоты на придомовых территориях должны стать неотъемлемой частью жизни каждого горожанина. И смотивировать на это жителей должны тосы, управляющие компании, домкомы и главы районов. Дом – это их собственность, двор – это их собственность, детская площадка – это их собственность. Но, к сожалению, пока не так много. А остальные все думают, что придут им, покрасят фасад, придут, починят крышу. Хотя, в принципе, они даже не определились с управляющими компанией. Регулярные убеждения и просьбы мэрии поддерживать чистоту своих домов ожидаемых результатов, к сожалению, не принесли. Поэтому Анатолий Пахомов распорядился создать специальную контрольную комиссию, которая заглянет в каждый двор и село Большого Сочи. По результату инспекции будет дана оценка работе ТОСов, управляющих компаний и других ответственных за эту работу лиц. За нарушение правил благоустройства предусмотрены штрафы от 5 до 100 тысяч рублей. Критика от мэра прозвучала и в адрес директора департамента оформления и дизайна городской среды Элины Баранской. Концепция оформления города Сочи включает в себя позиционирование Сочи как морского пилота с использованием тематики золотой осени, паркового сезона. Сочи между солнцем и морем – это главный месяц нашего праздника. Ракушки и цветы на флагах, такие же наклейки для витрин магазинов Анатолия Пахомова не устроили. А световое и декоративное оформление, разработанное к 2019 году, должно быть готово уже сейчас, к празднованию Дня города. Элина Борисовна, это не то, что мы хотим, горожане. Я сказал, по контурам сделайте. Вы сделали. С каким трудом мы сделали. А где свои мысли? Я потом сказал, что это уже устарело. Поезжайте, посмотрите, каким образом оформляется та же самая Москва. Глава города предложил соответствующему комитету еще раз собраться и предложить новый вариант праздничного оформления курорта. Завершилось планерное совещание новыми назначениями. Должность директора муниципального бюджетного учреждения «Сочи» «Свет» теперь занимает Александр Белозеров. Ранее он руководил отделом миграционной службы города. С этого дня к новой работе приступил и Юрий Усачев. Он возглавил новый департамент, которому переданы полномочия управления транспорта и дорожного строительства администрации Сочи.